Ну, понятно, что к концепту когнитивных искажений я отношусь как ученый с некоторой настороженностью, по причине того, что 200 когнитивных искажений выглядит, на мой взгляд, как какое-то безумие. У меня все-таки врачебный практический подход, и понятно, что я все время пытаюсь понять, в чем этиология, патогенез, той симптоматики, которую мы наблюдаем. Потому что само по себе мышление – это уже результат некого процесса, у которого есть причины, теологические факторы, природные факторы, и патогенез, как развиваются эти факторы в рамках предоставленных обстоятельств. И я, как бы сказать, что подумал-то? Во-первых, мы провели очень большую работу, чтобы все это пересобрать, посмотреть, что же там на самом деле с этими концепту когнитивными искажениями скрывается, что уже там действительно происходит. Мы в эксперименте обнаружили, что люди, когда вот это, они вот это. Ну, и чего? Для меня, как человека из советской академической школы, это выглядит как какое-то… Ну, что? Где моща-то? И я, собственно говоря, занимался поиском мощи. И сейчас, но с другой стороны, вот есть прямо когнитивные искажения некоторые, и есть эффект якоря такой, это когнитивные искажения. Но на самом деле эффект якоря – это то, что используется часто в разных технологиях. В нейролингвистическом программировании, в маркетинге и так далее. И в психотерапии, потому что в психотерапии, например, я обозначаю какое-то поведение пациента определенным образом для того, чтобы он раньше думал, что у него это сердечный приступ. Сейчас мы это называем приступом тревоги. Ну, если речь идет о том, что действительно приступы тревоги, а не сердечные. Да, сердце начинает быстрее биться на тревоге, но никакого приступа сердечного не происходит. Сердечный приступ – это другое. Ишемия, боли и прочее. В общем, неважно. И, собственно говоря, некоторые когнитивные искажения являются очень эффективным якорем для меня в работе с коллегами, когда мы решаем какой-нибудь вопрос. И я просто бросаю на стол, что называется, какое-то когнитивное искажение. Например, говорю, товарищи, все прекрасно. Значит, один вопрос. Не попали ли мы по этому когнитивные искажения и иллюзии альтернативы? Вот. На самом деле, когда мы начинаем уже углубляться в вопрос, вот эта иллюзия альтернативы, это когнитивное искажение, она и практически неизбежна. Потому что у нас уже есть решение какое-то, и мы вот смотрим за и против. Но за и против – это вот как раз иллюзия альтернативы. Альтернатива – это наличие других решений. И часто для того, чтобы пройти через какой-то тупик, нужно посмотреть другие альтернативы. Возможно, вы возьмете первый вариант, но зато вы его совсем по-другому используете, потому что вы увидели другие варианты решений. И я вот использую такие якоря. Использую когнитивные искажения якоря для того, чтобы бороться с когнитивными искажениями и якоря. И вот такая у меня игра. Игра. Что наша жизнь? Игра. 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 Продолжение следует...